Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский 13 мая Вчера под вечер мы остановились на одной станции Кручина Лес давно, еще не доезжая Читы, исчез Открытая холмистая местность вовсю даль Напоминает Самарскую губернию Тульскую, Тавреческую Все губернии, решает Сергей Иванович спор Только людей нет А название Кручина Солнце садится Так безмолвно Так пусто Тихо отходит поезд И в вечерном тумане Уже заволакивается далью Кручина А сегодня весь день Все та же без леса есть даль И так до самого вечера До ночи Когда останавливается поезд И проводник говорит Станция Маньчжурия А вот, наконец, что-то новое И хочется скорее увидеть, почувствовать Получить первое впечатление Стоя у дверей вагона Мы напряженно всматриваемся в темноту ночи Несколько тусклых фонарей Как огарки сильно нагоревших свечек Крошечное здание Род большой будки Вероятно, разъезд Станция Маньчжурия Зданий нет, и бог с ними Говорит меланхолично Сергей Иванович Но где же, по крайней мере, носильщики? Нам отвечают из темноты Носильщики убежали Какое-то нападение было Стреляли Говорят, монголы Мы идем на станцию Вблизи будка вырастает в казарму С одной стороны казарма Это станция за Байкальской железной дороги А с противоположной Маньчжурской Бравый комендант сообщает нам Что нас ждут вагоны Что поедем мы завтра утром С дворянским поездом Красного Креста С тем, который снарядило дворянство 49 губерний С этим поездом едет и Михаил Александрович Стахович А буфет есть у вас? Нам указывают на деревянный сарай И мы идем туда Внутренность длинного сарая Уставлена столами и стульями Масса народа в буфете Женщины и дети Бедные маленькие дети Они так жалобно плачут Так много их Так беспомощны матери Какая-нибудь трехлетняя малютка смотрит И смотрит своими большими черными глазками Жутко и болит душа Кажется, мои это все дети И бессилен я помочь им чем-нибудь Носильщики возвращаются Толпа монголов, как распространяли слухи Превращается в одного Он лез в окно, его застрелили и прикололи штыком В дальнейшем выясняется, что это не монгол, а русский бурят Убитый он так и застрял в окне в ожидании следователя Никакого оружия при нем не оказалось И окно-то, половинчатое В которое разве только застрять можно Но пролезть ни в каком случае нельзя Просто пьяный, решает кто-то А хозяин, конечно, с перепугу Вся ночь проходит в переселении в другие вагоны На развете начинают появляться китайцы Черные, в косах, с темными, изможденными лицами Хотя я и провел в прошлую свою поездку Два месяца с китайцами Все же жадно теперь всматривался в них Стараясь угадать, что у них там в душе И стараясь в этих косых глазках Тощих фигурках и в этих загадочных иероглифах Угадать, прочесть близкое, но неведомое нам будущее Да, вот сколько нас, сильных, здоровых, приехало сюда А раньше сколько приехало А сколько приедет еще Сколько осталось уже на полях битвы И кому из нас не суждено возвратиться назад А дети все плачут Их много в сарае Еще больше на дворе Ночь холодная Повисла черная туча и вот-вот ударит дождь Всю дорогу поливал нас дождь И здесь, оказывается, такие же по нескольку раз на день дожди Что-то носят в узелках китайцы Грязные, черные, с запахом этого ужасного кунжутного масла Что у тебя? Я опять слышу знакомую птичью речь без «р» и «т» Это папиросы Вместо носа, глаз, какие-то черточки, запятые, говорит Сергей Иванович И знаете, мне кажется, что они на нас так же насмешливо смотрят, как и мы на них Но устраивает их то, что мы приехали к ним Вот этих, что продают, может быть и устраивает Но всех вообще не думаю А впрочем, может быть, это им и нравится И мы как раз угадали их вкус В общем, глаз скоро привыкает И устанавливаются добродушные отношения «Хунхузы нью?» «Есть хунхузы?» Смеются «Мэйю» Нет Вагоны готовы Давно пора ложиться спать Но никто не спит И мы бродим из буфета во двор Подходим то к одной, то к другой группе Раненый в руку С раздробленной кистью Унтер-офицер с Георгием Ранен под Тюринченом На ногах дошел до Фэнхуанчена Жарко было? Жарко Ста смертям сразу в глаза смотришь Ядра, пули Роют землю, обсыпают Тот упал, и тот упал Ротные валятся Бросишься к нему в штыки Вот-вот достанешь Провалился, как сквозь землю А новые сзади и начнут опять палить Так и крошат Все бы ничего, да вот Осадное орудие еще Никак невозможно стало Из ста восьми лошадей две уцелели Наши хорошо дрались? А чьими же телами устлали гору? А японцы? Тоже неплохи Да ведь их десять против одного нашего Да осадные орудия А если бы так один на один? Ну можно разве равнять? Раны от японских ружей тяжелые? Нет, раны легкие Особенно если в мякоть Насквозь прострелит, а через неделю опять возвращается в строй Ну попадет в кость, дробит Извините, ваше пскродие Устал? Полежать пойду Матрос был ранен на палладе Оглушен и отравлен газами вспыхнувшего бездымного пороха Жив бы Макаров был Дал бы битву Там что было бы, а дал Крепко на него надеялись матросы Как приехал, все дело сразу переменились Ну что ж, плохо теперь наше дело? Ничего не плохо Ничего не плохо Так что, надеюсь, не выдадут наши Отдышусь вот Я узнавал, шепчет доктор У него развился острый туберкулез Через месяц конец Я смотрю на матроса Молодое, тонкое лицо Большие глаза Ласковые, задумчивые В буфете обступили нового рассказчика А судьба командира Маньчжура Переодетый Удрал от японцев в Читу В китайской джонке На дне укрытый проехал под носом японского броненосца Благополучно добрался до порта Артура Является к Макарову Некогда, говорит После сражения поговорим Ну уж, забрались на Петропавловск Оставайтесь пока, говорит Макаров Ну и остался Утонул тоже? Утонул Мне рассказывал офицер с Петропавловска Все так быстро произошло, что не было возможности какой-нибудь отчет отдать себе Вдруг взрыв и темно стало Сперва голубоватая темнота, а потом совсем черно Схватился я, говорит, заперила мостика и держусь изо всей силы И кажется мне, что все мое спасение в этом Вдруг опять взрыв и отбросило меня Я ни на мгновение не потерял сознание Вода, холодно, надо выплывать Выплыл, слышу, кто-то кричит «Спасайте князя!» И я стал кричать «Спасайте князя!» Мы все желто-черные были, когда нас вытащили Я на мгновение потерял сознание А потом мне стало больно И я в полусознании застонал Но вдруг вместе с моим стоном я услыхал какой-то такой страшный стон Что я вскочил и сразу пришел в себя Все стонали Ой, как стонали! А что на берегу делалось? Два офицера с ума сошли! День давно Поезд отправляется Ну, идем, а то останемся Горько плачет маленькая девочка на плече У китайца няньки Другие плакали, плакали И так и уснули Бежит заплаканная, но радостная женщина Собирайтесь, едем! В ноги упало Пятый день Дети больные Сжарился вот Слава тебе, Боже! Слава тебе, Пресвятая! Едем же, милые! Это все беглецы в Россию Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует...